сейчас мы с вами разберем вот очень важно такой же нудный пример еще где спасали черешню фунгицид и тогда сердце хватает в эту господи да сколько можно людям такого братья потом надо посмеюсь вроде бы опустила какой тут смех тут плакать надо смотрите друзья так смотрите час против прошел я подалю чаю а я так быстро много говорю пытаясь больше сказать просто сделаем трех минуты перерыв для того чтобы и вы кто-то открылся но начинается самое интересное попробуйте почему потому что ошибки что ту ошибку что сейчас увидите она в тысячах садов придумать такое делать из этих самых добрый вечер может кто-то сталкивался с такой проблемой слива начало цвести и засох вы представляете как обидно научили блин что это может быть и можно ли еще попытаться спасти дерево такой же случае но посложнее будем нужно разбирать и так вот она слива откуда где это взялось еще раз это самое мне дают почву из такое крупнейший канал миллион 100 больше чем миллион 100 подписчиков и там 20 человек и делают погоду то есть уж их то мнение считается мнением последней инстанции вот а я надеюсь как для чего ребенка показал помните современных студентов они меня моложе на 50 лет выпускники вузов воложи меня на 50 лет среди них нет ни одного кто сдал бы экзамен если бы эти вот папа я бы материал подготовил вот дальше помните они даст истан систа кто ему даст вот а должны быть вот такие рисунки то есть фотографии и женщина очередная бедная несчастная взяла и попросила совета это опять тот же огромный сайт вот она не обязательно фамилию давать но все это честно ни одно слово ни одно я даже не справляю никогда эти ошибки вот здесь он спрашивает совет опять тот же канал вот вот эти девчонки юрий владимирович железу мой брат мой брат ну посчитайте родной двоюродной он пробовал туда зайти пробовал образумить вот вылез оттуда весь покрытый так общем получается что туда мы не лезем я сказал не трать нервы вот но никто не переслать вот пожалуйста смотрите много ли ответил бы студент наверное студент ответил бы вот так внимание 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 вот сейчас я вам покажу сейчас я вам покажу натальями это вторая я тоже не не стал сильно щадить почему мне это не надо знать у меня шикарное образование а вы металл вот это примерно знаете как были жили-были два брата два умных помните жили-были два три брата 2 умных один футболист вот получается так жили-были Ольга Наталья ученая а третий типа металлург вот и вот она здесь написала это ее ответ мы не реальный ожог косточковых мы с вами проходим я надеюсь когда-то студенты будут учить и что что правда что и что ошибки так вот она считает что с ранней весны до осени опрыскивать обрезать вот что интересно заболела дерево надо резать я никогда и опять отключусь имея на это право ну посмотрите в очередь на мой сад вы поймете этот человек имеет право учить других и даже критиковать а тем более что не я начал справа я в мане нажал а теперь это так вот значит представим себе что у человека печень разлагается у человека желудок у человека там какие-то спайки что там еще я вообще не помню а как у меня отрезали желчный пузырь да и сказали всю жизнь теперь будете на диете хотя я ни одного дня на диете не сидел вот все беда а мне пришел чтобы отрезали желчный пузырь а вот там было высоко камней потом мне показали снимок и камни дали в это мешочке камни вот такую гость а мне я там маялся приступы вот-вот должен был лопнуть да лопнуть а я представляю я пришел меня положили на стол и и начали отрезать пальцы видят что дальше мучаюсь опять не помогает опять приступы опять я корчусь от боли носями не сплю тогда мне начали отрезать уже руки ну по локоть в конце концов по плечо вы понимаете вот это есть вот дерево да ему говорят опрыскивать и обрезать ну а теперь узнаете правду вы поняли почему я ирония опрыскивать это и наблюдать давайте смотреть слива относится надо вот здесь так и написать слива относится наиболее прочным надежным растениям которые не боятся сырости то есть боятся но не так я на тридцатый год выпилил у себя одно из моих лучших деревьев это китайка с невиданными урожаями вот я наблюдал за ней 30 лет как она угасала она была посажена 30 лет назад в яму мною вот такая хорошая яма у меня есть статьи я же начинал не с фильмов а статьи которые печатали газеты и там я ее фотографирую крупный план у нее уже вот такая яме уже она все весь низ был покрыт грибами я это называл тогда плесенью ну это в принципе есть плесень грибы это есть плесень вот грибами так и я 30 лет она давала урожай сумасшедших она служила мне подвойным материалом она не совсем была вкусная вот ее ели с удовольствием особенно гости которые с Ласей Вальковичу ели шли год за годом потом у нее начало отсыхать верхушка то есть все хуже хуже вот это основание штамба все хуже грибов все больше вот она верхушка и у меня есть фотография я не готовил это отдельно и вот уже ветки начали отваливаться сухие и они для красоты их убирал там приезжают у Железова прямо посреди сада сухие ветки торчат двухметровые некрасивые ветки обрезал и вот на высоте два с половиной метра вот такой гриб красавец гриб вырос трутових вот он красавец и только на 30-м году уже от позора я ее спилил но я проследил ее весь путь а теперь смотрите вот этот путь сократили до нескольких лет молодое дерево росло никому не мешало впервые исполняется полностью ничего не пропустил студентам показывают здесь все правильно померили померили так осветлили вот смотрите видите или вам укрупнить обрезку сделали сделали судя по всему что свети собирался вряд ли это были сухие ветки ну тут обрезала тут обрезала может еще где-то не видно ладно молодцы дальше предствольный круг сделали сделали черный пар черный пар держат держат что у них взяток сорняков чтобы было вот все ничего все предусмотрели вот а теперь железок внимание первое я сто процентов уверен что когда-то это дерево было посажено без обрезки кроны до сих пор мои стоны проклятия я не знаю что надо обрезать крону но я больше всех ару во всей России и во всей СНГ во всей СНГ я больше всех ару уже и за рубежом меня знают что при посадке надо отрезать соответственно сбалансировать конец корресен на крону корресен здесь она не была она сразу с момента рождения была обсажена по принципу дальше растет инвалид но инвалид держался дальше и так сто процентов первая причина без обрезки кроны это две большая разница вот это страшная ошибка но это не ошибка люди попробуйте да сейчас посадите рядом со мной Ольгу или Наталью вот этих вот которые кроме фунгицита ничего не знают надо надо это самое представь себе что они бы сказали да у что посадка в яму посадка в это самое какая обрезка вы же кровь на колесе вот такое красивое дерево вот давайте смотрим дальше посадка в яму мы про яму уже поговорили яму для полива так нет согласны что здесь есть заглубление согласны вот еще держит дальше поехали заглубление корневой шейки возможно не утверждаю может быть это дерево привито может тогда у подвоя наверняка есть корневая шейка если это сенис тоже корневая шейка есть другое дело где она где то есть ну вероятно что посадят ровненько для этого есть специальная метка должна быть 10 процентов 20 процентов а сколько советов закопать поглубже а сколько советов по прививку а сколько советов больше прививки вы представляете какова вероятность что вот это не повредило что здесь не гниет допустим она где то на глубине 2-3 сантиметра уже гнить будет то что я показывал и это в тех частотях у меня вот такая яма так что основание покрыто плесенью но тогда по крайней мере все таки дышало как то а если под землей а если полив а еще привычка это долбанное поливы с запасом делать слово слово полив сейчас скажу влагозарядковый полив должно быть звучать примерно как матерное слово что должен быть набор матерный слов это мое так сказать предложение с удовольствием должен быть набор матерных слов это само собой благодаря открепали в раз отливать дерево это значит что дерево киплет будем лить 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 оно напьется и выросли во наоборот два вместо побелки покраска три и таких матерных слов я вам полсоти найду если дайте мне время именно матерных которые должны быть запрещены чтобы забыли навсегда и так наглубление корневой шейки варианты 90 процентов дальше подмерзание корней во всей природе дёрн служит защитным слоем теплоизоляция это дёрн дёрн теплоизоляция теплоизоляция дёрн это должно звучать чуть ли не из детского сада школьного какое то если в школе изучать биологию ну изучите вы состав этого дёрна то или хотя бы почву разрезы верхний слой дёрн это защита от мороза защита от мороза как еще это самое нет надо все раскопать и получается подмерзание корней я имею право так говорить когда я теперь сто процентов знаю что здесь подмерзание можно предположить что это послужило и все и так ну и сразу совет канапка вот если бы я и давал совет они опять калечит дерево обрезка и фунгицид это два самогопара у них дальше этого познания не идут специалист по по этому по люпиду влезут куда не просят вот хоть бы банальные советы бы давал против слой про то что это самая побелка в данном случае покраска она все по порядку идем смотрим дальше мой совет отмойте от побелки надо было знаете какое слово не хватает угадайте срочно на дальше сильнейшая обрезка вот тут уж никуда не денешься смотрите вот здесь справа я говорю студенты должны все помнить заобещать а вдруг эта ветка принадлежит сливе я не утверждаю здесь непонятно может рядом другое дерево зеленое растет и это дерево справа а ветка вот она сюда залезла а вдруг это все таки эта ветка принадлежит это умирающий сливе больше отрезаем нахрен вот поняли слово то какое применем отрезаем отрезаем ну и здесь понятно это самое отрезаем делаем вот такую обрезку все что немножко оставляем вот эту ветку может целиком вот это все сильнейшая обрезка процентов 10-15 остается и после отмойки еще не все дерево спасем самое интересное спасем но продолжаем опять по порядку задернение ну раз я раскритиковал я эту дурацкую эту самую как ее назвать дурацкую эту прислойный круг с углублением да раз я сказал что она обязательно будет подмораживаться корни так и следует задернение задернуть пожалуйста можете специальной травой которая даст густой мох чтобы быстрее было а мы все просто ничего не делаем ну а если видите вроде бы склон значит тут может быть сюда ближе к нам где мы сидим канавка отвести воду чтобы здесь не было вот то что я говорил вот этого самого идем дальше еще не все теперь парализированные почки они под известкой или краской видите сколько она говорил еще не все вот они вот они вот они внимание несмотря на желание уничтожить дерево несмотря на смертельную побелку зимой дерево мерзло потому что оно не перенимало зимнее солнце хоть какое-то темный цвет сюда проникает солнце вот внизу вверху видите а здесь через краску не проникает а это раз просто остается холодный минусовой ствол даже когда там где был вон где выше она смотрит вот здесь он нагрелся допустим вот вот здесь выше чернота а здесь она точно не нагреется а по нему сосуды идут а вы знаете что зимой дерево не спит вы слышали когда-нибудь об этом что здесь продолжается медленно и медленно но продолжается сок и движение всю зиму что натворили с помощью этой побелки и что это опять не сказал слова долбанного но я вам это слово не говорю я так подумал на этой побелке из-за нее забиты все поры кислорода снабжение идет через это через хору это что про устницу никогда не читали а кто там про пунгициды говорил почему не сказали побелка смертельная почему не сказали что дерево мерзнет на морозе потому что лучи не проникали и вот случилось чудо вот извините сегодня длинная речь не умею по другому видите пробилось пробилось значит если даже вот тут отрезать вот тут вот возродится дерево только избавьте его от этой смертельной коры оно догниет из-за этой побелки представляете уже отцвело дерево наверное уже было ну конец весны начало лета зачем ему побелка в это время то чем дышать то будет еще не все еще не все еще не все клумба место пресвольного природного круга внимание пригляделись я не знаю как получилось вот допустим они хаотично расположены это металлические толстые прутья из них делают парник согласны я не ошибся другого предназначения для чего об этом никто и не спросил могла это в медведеву спросить для чего вы заморозили корни сливы ну хотя бы в виде предположения а вдруг корни замерзли зачем они здесь прутья если это так хаотично вряд ли это ну парник парник такой неаккуратный не бывает хотя кто знает что они тут вскрывали под ним если даже было натянуто что-то что зачем то есть она должна была медведева сказать да уберите матери вот эти вот самые корни замерзают из этих против мало того что и так нет этого самого по ним мороз проникает туда на нижние горизонты ну что не видно слепые ну и наконец моя любимая тема посмотрите сколько она говорит еще не все еще не все если здесь а они были 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 ветки вот они возрождаются из спящих почек были уничтожили до высоты метра полтора вот тут метр тут полтора если с ума сошли кто кормит дерево будет вы знаете что у человека есть мозг он для того чтобы думать у человека есть спиной мозг вот вот исполнительные механики этот самый командный пункт этого самого работы органов выше шейные позвонки чуть ниже грудные грудные они управляют процессами в груди это там где легкие это там где бронхи еще ниже еще ниже еще ниже вплоть до этих половых каждый позвонок управляет своим процессом когда вы это я уже вынужден говорить вы же не отказывайтесь а не не одете от этих позвонков это они командуют телом не вы это они говорят что не хватает этих самых жиров углеводов и так далее а вы только простой исполнитель чуть не насоленная пища караул кричит организм чуть-чуть это это упала вязкость крови тут же караул воды напиться скорее иначе будут отложения тех же самых тромбов все автоматически делается и дерево такое же вот они лезут по новой лезут по новой лезут хозяйка она не знает того или получила сажен в таком виде уже без этих нижние отрезанные листья показывали же стоит вот такой сажен руки держат и все отрезают отрезают усаженность еще не посажено уже весь искалечился это натурально пожалуйста смотрите это что шутки что ли когда нижние скелетные ветки даже не имея понятия понятия для чего нужны а Ольга вы тогда спросили бы ту женщину попросили подозваться пусть покажет это же дерево которое посоветовали отрезать отрезать вот такие ветки я прикинул 80 процентов кроны отрезать четыре страшные раны которые по площади превосходят оставшиеся вот этот диаметр несколько раз превосходят диаметр который остался то есть сплошные раны вот и уже когда-то может быть все-таки увидите вот это увидите и тогда что вы сделаете хотя бы это самое или сейчас когда вы знаете вот это может проволоки если кто-то на это пришел он наговорил еще не все ну предположение представим себе что вот эти вот видите кранка да это еще мало изувечено ну то что сам безувечен понятно тут под этим под этой самой наверняка рады ну вот она рада видите а если она сделана летом еще раз если отрезается один процент летом отрезается ничего а деревья засыпают они не остановятся засыпания только чуть-чуть замедлится и только в отдельных случаях может быть если ранняя зима может быть это приведет а если 10 процентов кроны отрезать вы тогда посоветовали 8 процентов кроны отрезать семилетние груши а Ольга Исакова помните вот брат мой решил что вы с ума сошли я очень аккуратно вас поправил вот сколько злоба было в ответ спасибо за подсказку могла просто не догадаться то есть ей внушили она сама не садовод такой как не тот уровень как там эти у нас любители вот сколько вы не выращиваете могла и не знать могла думать что эти раны безопасны вот железом не проходили ну и что дальше ну как-то по-другому уже в следующий раз так и вот это вот летняя обрезка если 10 процентов веток убрать тогда уже это мои подсказки на 2-3 недели нужно удлинять сезон чтобы они летом они тут же приостанавливают не засыпание а у них идет медленно развитие идет как называется они в начале созревают почки потом они начинают готовиться к зиме вот постепенно каждым днем с каждым днем раз 10 процентов веток отрезали если весь сезон это допустим ну россия весь холодная допустим 150 дней допустим значит вам еще 15 дней надо добавить то есть если еще успеют вызвать успеют в сибири то холодные они так не успевают вот она есть причина я же еще не все назвал она есть причина природная а если это дерево с юга росло у себя может она сама на юге там терпеливо но терпение всегда есть предел наступить одна же случится сверх морозная зима не выдержит просто вот потому что слегка покалеченная а если просто она уснула а потом потепление проснулось и тут бах мороз ударил и это может тоже причиной быть видите сколько их уже штук 10 назвал что получается получается летнюю обрезку делать нельзя я надеюсь что это не было сделано летом я надеюсь что навсегда а ваша это сахареофония это Изборская Изборская тоже выпускница темирезы которая 200 страниц в книгу написала как уничтожить деревья медленно заботливо правильно как она пишет летняя обрезка правильная нельзя подсходить дереву летом сразу останавливается процесс постепенный тут же выбрасывает лишние побеги ненужные то есть а ненужное дереву потому что надо заменить эту прореху как этого не знать не понять это летняя обрезка самая страшная обрезка осенняя только засыпать и почки могут вообще прознуться вдруг теплейшая осень еще и зацветут но чаще всего набухает и вы не видите этого вы всегда не бываете понимаете в крестнице тебе открыть игры и как это но не это верно так что это